Всем привет! В этом видео речь пойдет о комплектующих для ПК. У нас будет крутой SSD на терабайт и не менее крутая оперативная память. Каждую из них мы с вами протестируем, так как любим, так чтобы вся подробненько и было наглядно понятно. Ну и конечно же сделаем определенный вывод, и стоит покупать или не стоит. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Давайте начнем с оперативной памяти. Здесь у нас Patriot Memory Viper Steel серия PVS 416G360C8K. И это две плашки по 8 гигабайт каждая, Smart Kit на 16 гигабайт. Тактовая частота 3600 МГц, пропускная способность 20800, DIME 288 контактный, так что вполне себе. Ну и это у нас DDR4. Таким образом мы получаем действительно очень крутую оперативную память, напряжение 3,5 Вт. И также у нас достаточно все хорошо по таймингам. Однако, понятное дело, что можно немножко подразогнать вот это все. И причем у нас и XMP здесь доступен. Так что все это правильно и будет работать, наверное, с вашим компьютером наилучшим образом. И важный показатель, то что здесь у нас очень прикольное стильное оформление. Это чисто такая вот черная оперативная память с одной стороны. Но при этом при попадании минимального количества света она начинает играть таким перламутром, но при этом стальным. Очень прикольно. Это выглядит совершенно невероятно с точки зрения оперативки, которая не имеет подсветки. То есть вообще, по идее, должно смотреться не очень, а в реальности вживую выглядит даже в темноте прямо-таки превосходно. Ну и, конечно, по тестам. Здесь вы циферки видите сами. Да, в моем случае, может быть, немножечко есть просадка по производительности самой оперативной памяти. Это больше упор на материнскую плату. Но даже в этих показателях получается, что оперативная память работает просто запредельно круто. Это такое нормальное, адекватное решение для современного PC гейминга. Твердотельный накопитель, проще говоря, SSD у нас потребует в мемори Viper. Это Viper Gaming серия на 1 терабайт VPN 100 1TB M28H моделька. И здесь у нас любопытно то, что, да, PCI Express 3.0 X4, да, это M.2, но, смотрите, заявлено, скорость чтения 3450, а скорость записи на 3000. То есть, по сути, это ультра-быстрый SSD в данном формате. Так что получается прям максимально интересно. Объем буфера здесь 1024 МБ, что тоже будет весьма и весьма прилично. А Farfactor у нас 2280. И, понятное дело, что этот SSD-шник вполне относится к игровым, потому как быстрый, потому как позволяет вам получить максимум. В общем, если вы хотите от NVMe вот прям действительно невероятных скоростей, этот однозначный накопитель вас порадует. Максимальная рабочая температура у нас до плюс 70. Я честно скажу, что не особо замерял, да и особо смысла в этом не вижу. На самом деле он не греется, потому что изначально в комплекте стоит радиатор, который наклеен сверху. Это и плюс, и минус, но вот в сборке выглядит весьма прилично. Во всяком случае, когда установил, он легко вписывается, особенно если у вас материнская плата черного цвета. Прям вообще, как будто там и был. Ну и, конечно, по тестам. По тестам вы сами все наглядно видите. В принципе, заявленные скорости здесь вполне себе отбиваются по полной программе. Понятное дело, что может быть какая-то погрешность на мою материнскую плату, снова-таки и так далее. Но вот что получилось, то получилось. В любом случае, это, опять-таки, максимально интересный вариант за не очень много денег. Как, кстати, в случае с оперативкой в том числе. Если вы собираете игровой ПК и вам нужны реально крутые комплектующие. Причем, они вас точно не подведут. Они у меня уже находятся более трех месяцев. И вы знаете, я однозначно остался очень доволен. Все последние тесты, видеокарт, все проводилось с данной оперативкой и данным SSD. Никаких нареканий. Это действительно очень крутое решение. Ну и, как вы видели, тесты мы проводили не просто так, а через такой достаточно серьезный нажим, чтобы понять, что через 20 минут сможет ли она у нас начать, ну, условно тротлить, пропускать, скорость уменьшаться и все остальное. Нет, работало как часики. По итогам могу вам сказать, что это один из лучших SSD, что я вообще когда бы то ни было использовал. Это действительно быстро, это действительно надежно, это действительно стабильно. С точки зрения как работы операционной системы, так и в целом данный SSD показывает себя с наилучшей стороны. Так что, если вы хотели себе такой относительно бескомпромиссный вариант, ну, опять-таки, терабайт в моем случае, хотелось бы, может быть, кому-то больше, кому-то меньше, но тут выбирайте сами, благо модели бывают разные. Прямо-таки вот то, что нужно. Ну и, конечно, оперативная память, здесь у нас вообще все по-царски. Это и высокие частоты, и поддержка новых процессоров от AMD, и в целом вы получите, на самом деле, аналогичный максимум, если посмотрите на данную оперативку. Но у нее есть еще и серьезный плюс, она стоит относительно недорого, несмотря на то, что предлагает гораздо больше, чем вы за нее заплатите. И это вот прям вообще однозначный must-have. Поддержите данное видео большим пальцем вверх, напишите обязательно комментарий, ну и, конечно же, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Все это мотивация делать подобные ролики больше и чаще. Давайте вместе покажем, что это вам интересно, ну, естественно, вы немножко поддержите меня и канал в целом. Я очень на вас надеюсь. Несколько топ роликов где? Правильно, вот здесь. С вами не прощаюсь, можете нажать на один из них и увидимся уже через несколько секунд.